Привет, друзья! С вами Сан Саныч и вы на канале Взрослый Разговор. Сегодня 1 января 2023 года, наступил Новый год, с чем я вас всех поздравляю. Это год надежды, в первую очередь, что очень скоро закончится война, все мы в это верим. И я всем вам желаю мира. Мир должен быть в каждом номере. Все мы против войны. Мы не хотим, чтобы никто умирал. И я думаю, что пожелания все и тосты за новогодним столом, конечно же, были у всех только заметны. Я нахожусь на улице Дерибасовской. Это центральная улица города, главная улица города. Здесь стоит елка новогодняя. И время сейчас около 20.00. Я вам покажу Дерибасовскую немножечко. Ну, темно, поэтому покажу, наверное, вот только все, что возле елки. Вот здесь вот можно купить вот такие вот шикарные битым шарики. Вот так можно сделать. В общем, очень все круто. Создается настроение, чтобы люди бежались, не падали духом. Идемте. Идемте прогуляемся по Дерибасовску. Я вам покажу нашу елочку. Вот такая у нас патриотическая елочка. Видите, что ее так вот отбивает флаг. И также вот такие вот, как вышиванка. Очень красивая елка. Очень тепло на улице. Друзья, на улице очень тепло. Сейчас где-то 11 градусов по Цельсию. Людей немного. И в основном все вот в районе елки. Потому что, наверное, это единственное такое вот светлое место. Потому что вокруг, в принципе, достаточно темно. Но, тем не менее, люди вышли в центр города. Да, давайте посмотрим, что тут такое еще. Тут можно сфотографироваться. Вот так вот. Красиво. Ага, это кролики. Да, у нас же год кролика. Можно сфотографироваться с кроликом, с символом года. Так, давайте посмотрим. В основном люди возле елки. Я прошу прощения за качество. Ну, темно на улице. Максимум все, что могу вытянуть по свету, вытягиваю. Поэтому отнеситесь, пожалуйста, с пониманием. Вот здесь есть такой вот воздушный шар. Мы его где-то видели. Я не помню, где он был в прошлом году или позапрошлом. Но где-то он стоял уже. Вот так вот тоже можно пофоткаться. Такие фотозоны есть. Ну, люди есть, я вам скажу так. Люди есть. Опять-таки, их немного, но люди гуляют. Люди гуляют, люди дышат свежим воздухом. Скажу вам, воздух сегодня какой-то необычный. Вот он свежий такой. О, кстати, вот есть Дед Мороз. Идемте посмотрим на Деда Мороза. Вот, можно сфоткаться с ним, я так понимаю. Вот Дед Мороз. Есть снеговики. Ну, и, как я говорил, вот такие вот, такие вот красивые шарики цветные, разноцветные, мигающие. Луна, кстати, вот там вот, если вам видно, вон она. Погода на нашей стороне, я не устаю это повторять. В Одессе достаточно тепло. По поводу света не могу сказать, выключают сегодня или нет, потому что я сегодня фактически весь день за рулем, весь день езжу. И, честно говоря, не уверен, есть ли в квартирах, в домах у людей свет. Напишите, пожалуйста. Я там через часа два буду только дома и буду понимать, что происходит. Вчера, конечно, был очень тяжелый день. Были обстрелы Украины, вы это знаете, были жертвы. Воздушные тревоги были и в новогоднюю ночь. Ну, сегодня, во всяком случае, до этого момента спокойно. Вот, ребята, с флагом. Вот так вот, молодежь. Сейчас у нас отмечает Новый год. Молодцы, ребята. Да, люди есть. Люди есть здесь, ближе к центру людей. К центру, я имею в виду, Дерибасовской. Людей побольше. Тут есть фудкорты. Поэтому тут можно и перекусить. В принципе, заведения работают. Даже спортивный магазин работает сегодня. Кстати, напишите, пожалуйста, кто решил кардинально изменить свою жизнь в Новом году. Может быть, там кто-то решил заняться спортом, похудеть, бросить пить. Ну, в общем, напишите. Либо какие-то другие вещи. То, что будет в мир, это 100%. Мы это понимаем, мы это знаем. И это даже не обсуждается. Но кроме этого, что вы еще пожелали, или загадали, или запланировали. И также напишите, есть ли у вас какие-то особые новогодние традиции. Как вы обычно празднуете Новый год? Как вы отпраздновали этот Новый год? Мы в новогоднюю ночь созванивались, ну, практически со всем миром, с кем смогли созвониться. Вы знаете, так интересно. Например, позвонил мне товарищ с Казахстана. Слава, привет! Знаю, что смотришь каждое видео. У них уже наступил Новый год. У нас еще не наступил. Вот. Когда у нас наступил Новый год, позвонили с Америки. У них еще не наступил. То есть, получается, мы с ними разговаривали как бы из будущего. Очень, так знаете, интересно. То есть, у нас 2023, а в Америке еще 2022. Опа, здесь что-то открылось, да? О, вообще, вы это не знаешь? Не читала? Ну, вот что-то открылось на месте компота. Вот такое вот заведение. Мы обязательно когда-то зайдем посмотрим. Но я смотрю, что там и мебель, все осталось от компота, в принципе. Поменяли название, овачевый, что-то такое. Привет, привет! Вот. Ну, как-нибудь зайдем посмотрим. Не знаю, что это. Честно говоря, сейчас нет желания заходить смотреть. Тут. Тут у нас, как я уже говорил, фудкорт. Много разных напитков, еды. В общем, есть все для того, чтобы продолжить, а может быть, начать праздновать. У кого как. Вот. Тут тоже заведения работают. Кстати, давно я вам, друзья, не показывал старые одесские дворики. Вот. Это подворотня открытая. Я вам ее покажу, потому что она такая очень-очень интересная. очень красивая, очень ухоженная. Давно мы с вами никуда не заходили. Как-то вот, как началась война, очень мало у меня было обзоров именно Одессы, именно старых домов, двориков. Но если вы мой зритель, который смотрит меня не первый год, то вы знаете, что у меня очень много обзоров именно вот Одессы. Мы показывали пляжи, мы показывали Затоку, Коблева. Ну, сейчас, конечно, тут темно, тут практически ничего не видно, но такой вот старый, тихий. И, кстати, мы зашли вот, у нас за спиной Дерибасовская, зашли во двор и сразу тишина. Заметили. Выходим дальше. Тематика YouTube-канала «Взрослый разговор» это летопись современной жизни. Я вам показываю реальную жизнь, такой, какая она есть. Вот сегодня, 1 января 2023 года, и вы видите, что происходит, как происходит. Я стараюсь минимально давать свои комментарии, дабы не навязывать вам свою точку зрения, чтобы зритель сам для себя решил, ну, и сделал какие-то выводы. Вот, кстати, вот так сейчас выглядят генераторы. Это огромный генератор, он потянет, ну, он, наверное, с мой рост чуть-чуть, может, ниже. То есть это такой вот огромный генератор, который потянет как раз работу вот какой-нибудь пекарни. Крупного магазина и так далее. Так, ну, что у нас там дальше? В общем, кто проголодался, кто хочет перекусить, он может это сделать. Ну, бывший Макдональдс так до сих пор и не открылся. И я вам скажу, что появилось очень много альтернатив уже. И, кстати, напишите вот, когда вернется Макдональдс, я уверен, что он обязательно вернется. Пойдете ли вы в Макдональдс, или вы будете покупать какие-то альтернативные те же бургеры. Я, кстати, недавно делал обзор магазина Местный Гриль. Если вы не видели, посмотрите. Друзья, там такие вкусные бургеры. Просто. Ну, вот кто любит бургеры. Там у них, кстати, есть и картошка фри. То есть, практически, достаточно интересный фастфуд, можно так сказать. Сейчас давайте выйдем на более светлое. И чем отличается вот их бургер от того же Мака? Он у них вкусный. Знаете, там вкус именно натурального мяса. Потому что Мак, там все-таки вот эти все усилители вкуса, они присутствуют. Ты его съедаешь один, и хочется еще, и еще, и еще. И мы понимаем, почему. А там я съел этот один бургер. Я реально наелся. Ну, вот бургер такой получился, как когда дома делаешь. Я раньше, кстати, любил готовить бургеры дома. Вот, из натуральной телятины. Причем рубленая котлета у меня. Ну, в общем, интересно все. И вот как раз мне напомнил их бургер тот. Здравствуйте. Я вас смотрю. Очень приятно. Вы откуда из Одессы? Конечно. Спасибо большое. Вам очень приятно смотреть. Вы очень хорошие даете репортажи. Всегда очень интересно. Спасибо. С наступающим, вернее, с наступившим. Все я вас догоню. С Новым годом. С Новым счастьем. Подписчиков большего. Моих хорошего настроения. Спасибо. У нас был мир и победа. Он будет. Он уверен будет в ближайшее время. С Новым годом. Спасибо. Идем дальше. Всегда приятно встретить подписчиков. Вот. Поэтому напишите про бургеры и вообще вот про фастфуд. Так. Это мы уже дошли практически до улицы Екатерининской. Друзья, мы не будем там идти прям далеко-далеко. Я хотел вам показать атмосферу. Я хотел вам показать Одессу новогоднюю. Одесситов, которые, в общем-то, не унывают. Одесситов, которые полны энтузиазма, энергии, оптимизма. Я еще раз всех поздравляю с Новым годом. Пусть этот Новый год принесет всем мир, удачу. И все, что вы себе задумали, когда загадывали желания Деду Морозу, если вы писали, или там кому угодно. Сейчас я не знаю, кому вообще пишут. Желания свои. В общем, все, что вы загадали в новогоднюю ночь, пускай сбудется. Мира, добра, любви и счастья. Я, Сан Саныч, и вы на YouTube-канале «Взрослый разговор». И вот такой красивой елочкой давайте, наверное, закончим наше видео. Пока.